добрый день я записываю свой блог чтобы рассказать о тем кто читает мой блог в фейсбуке больше о себе и о том чем я занимаюсь я перечитаю эту статью слух чтобы было интереснее как-то ну понять не мне становится преступной нации украина перестаньте брать кредиты может быть как без гарантии на всю жизнь мы должны положить этому конец может быть выбрать новую правящую силу такую как я чтобы остановить это или люди которые поддерживают меня онлайн не господин зеленский который явно слеп и не видит этого 2-3 года назад сайт маневая точка ком был довольно популярен украинской рекламе предлагал легкие деньги до тех пор пока они были равны средней заработной плате одного человека в этом году подобные кредитные агентства испытывают голод как онлайн так и при физическом присутствии кроме того сейчас есть еще более крупные успешные кредитные компании который предлагает 80 70 процентов стоимость квартиры думали бизнеса что я бы сказал равно зарплате многих людей которые не кстати бы недополучали а может быть и получили бы мне это бы непонятно было но тем не менее чем это неплохая банковская история для украины способствует ли кредитное агентство преступности в обществе как будто они эти люди готовы без такого пристрастия обменять частную собственность или жилье в котором живут дополнительные 10 а то и 8 тысяч долларов на расходы или частное лечение но увлечение это наверное больше как развлечение для ну или так кажется во всяком случае эти кредиты опасны для людей поскольку по сравнению с банками они по крайней мере склонны обменивать свои кредиты на деловые цели с необходимой документации и проверкой не только для развлечений или отдыха как это делает например конвес точку это может быть похоже на 90 в россии или даже типично для двух тысячи двадцать четвертого года как это чувствуется в киеве во всяком случае особенно то как люди иногда одеваются или ведут тебя может быть странно и это и слухов слишком локальных спасибо что дослушали меня надеюсь я вам понравлюсь как кандидат спасибо